здравствуйте дамы и господа сегодня у нас колода от подписчика мы разберем две колоды которые мне предложили ну и также будет одна фановая колода молодой человек предложил собрать из невосприимчивых существ и существ с нематой ну не вопрос нас попросили мы сделали как говорится соответственно мы берем угра напоминаю что вот это вот сейчас моя основная колода она держится в 10 лиге конечно не очень уверенно там уже противники немножко другие ну а мы разберем те колоды которые мне предложили итак первая колода у нас будет как раз фановая это будет колода на невосприимчивости и на немате ну и первым у нас идет ореох и остро кролик далее выбираем существ с иммунитетом ну и отсюда из них я могу взять вот так вот в принципе большому счету конечно можно взять 4 тоже я вот разрываюсь просто ну грудь нужен ангелия абсолютно точно нужно вот с иммунитетом нам бы еще стрелка но стрелков с иммунитетом соответственно нету поэтому мы возьмем тут выбор либо жанна дарк либо мистер лоскут давайте возьмем мистера лоскута попробуем вот так вот сыграть соответственно у нас стоит волчонок ну и погнали пробовать конечно же на этой колоде я буду играть потасовки терять лигу там слетать самое днище я не буду просто посмотрим как она вообще в теории может играть начнем с риоха нематы у нас хватает здесь я даже наверное сделаю вот так вот не буду я пока не мату кидать он сам себя занимать его сюда поставим грунта чтобы атаку не терять орех у нас стоит прочно он нам скинул тут же вернули прикроем кролика нашей панды невосприимчивый и в принципе здесь у него все становится уже довольно грустно здоровье раскидывается он ставит вот так ну хорошо принципе мы сюда поставим лоскута и здесь победа противник несложный сила колоды у него 9 145 ничего сложного тут нет так 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 поставим тогда его еще тут без разницы мы все равно побеждаем хорошо я думаю игр по пятна сыграем на каждой колоде я потом все это подровняю чтобы не слишком затянуть ролик ну а пока пробуем так что мы здесь можем мы здесь можем сыграть вот так вот например друг здесь неплохо заходит непонятно он ставит это ладно когда поставим мистера лоскута отлично он ставит так 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 что мы можем сделать мы можем сделать вообще вот так в принципе поставить сюда панду панда умрет давайте поставим панду накидаем в том случае дряни на клетке поля но вот здесь уже сложно он закрепил целый ли целую линию и нам здесь уже становится не так комфортно вот он еще и перекрыл значит мы сделаем вот так вот заморозим сейчас всех стрелков так он не мату еще не отдавал соответственно нам тоже пока не стоит ее за поставим кролика так он снимает не заморозку вот это плохо на самом деле так так ну давайте панду этого с ним что плохо сразу снимая с них заморозку нам уже морозить то особо и нечем да здесь мы сливаемся ну опять же не забываем что это чисто фан колода ну его не мота уходит никуда камни уходят никуда мы сейчас конечно поставим свои камни но опять же это не сильно нам поможет так 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 давайте да вот так вот играем так а ко мне и нечему там интересно вот уже есть делаем вот так вот тогда можно попытаться подпипыхаться чуть-чуть чуть-чуть потрепыхаться здесь еще можно у нас через ангелия не стоит об этом забывать так да и так вот так вот так в общем там там так так и что нам здесь лучше сделать даже я вот и не знаю ставить это наверное посмотрим что он тут сможет сделать пока только кидает быструю смерть но партия становится интересным здесь уже слишком много здоровья отлично здесь уже слишком много здоровья мы нахапали видите как здоровье растет 2 и острые плюс лишь мало да сумели мы все-таки перевернуть эту игру здоровье с атакой опавица у него уже нету шансов нам противостоять получилось партия интересная 17 ходов но очень интересно уже используем все быструю смерть ну и добиваем его все победили да это было жестко если партии постоянно будут такими длинными затяжными то так вот так попробуем так а он у нас имеет не восприимчивость к ним отец это крайне хреново на самом деле сейчас получится так что мы скорее всего помрем из-за этого у него по 7 наносит у него по 7 наносит у него по 7 наносит именно 7 ну да мы тут умираем к сожалению умираем и в принципе все это все так мы можем только вот так вот сыграть в принципе чтобы от него избавиться хоть как-то ну без вариантов как вы видели здесь чистый порядок при том неплохо раскаченный поэтому здесь мы были бессильны ну а здесь посмотрим пират 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 давайте вот так вот сыграем стандартно поставим мариоха есть у него там это там у него ядер ну да сейчас мы ее конечно ликвидируем но это прискорбно на 13 яд мы ее кидаем на нее не моту так вот здесь мы что можем мы можем моту конечно поставить убить его эти сами умрут ну давайте тогда ему немножко поле поспамим так этого мы убиваем давайте сюда кролика поставим в принципе пока живем могли мы зацепиться здесь можно и его поставить в принципе я думаю это победа вряд ли он тут сможет что-то сделать да это победа поставим одного ореха ну и крайнюю игру сыграем последнюю за эту колоду и перейдем к следующим уже более серьезным сборкам это так чисто по фанец так ну что нам здесь можно сделать ну ставим группа ставим группа пускай сам себя заморозит так ну тогда выставляем риоха так ну здесь в принципе все просто цветочек у него будет довольно длительное время заморожен так ну а смысл сейчас пока можно и кролика выставить на следующий ход уже поставим давайте давайте особенно ты идеальный ход ну вот так вот ставим просто и все соответственно вот так вот опять же здесь в принципе победа ничего сложного опять же не было ну и конечно колоду у него гораздо слабее до 8 500 все заморозились но мы ставим панду и соответственно побеждаем все с этой колодой мы разобрались теперь переходим к следующей колоде но опять же я повторюсь что вот эта колода она ну в моей 10 лиге играть не будет то есть потому что ну слишком мало опций чисто не мота и чисто не восприимчивость слишком мало этого сейчас для 10 лиги поэтому мы соответственно переходим следующей колоде сейчас я посмотрю ее и составим ее тогда вот такую вот колоду нам предложили так риоха и остро остаются все остальные уходят на покой так а мы соответственно ищем нам нужен флос вот он флос теперь нам нужна селки так 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 дрейс так красная жрица нам нужно где ты вот ты чупакабра он у меня не так чтобы силен прямо поэтому ну какой есть опять же просто пробуем а и шамуна правильно получается у нас классическая сборка 4 стрелка ну и пробуем ну а пока вы смотрите игры я вам немножечко расскажу о колоде итак эта колода содержит как защитные так и атакующие опции ну и соответственно из основных защитных опций у нас это ариох ну который к сожалению легко поддается очень немать и и после этого становится просто тушкой со статами также это шамуна которая в одиночку может весь первый ряд в принципе держать и так же это чупакабра за счет здоровья в моем случае у него 81 единица здоровья и он может в принципе даже просто как пушка постоять немножечко держать напор ну и есть такая вот опция как целкид она как атакующая так и защитная то есть у нее 134 единицы здоровья в моем случае это хорошо она может ну ряд продержать некоторое время даже когда она засалена и не использует регенерацию и при этом также если ей дают свободу если она атакует варлорда то может нанести 116 единиц урона случайному врагу ну чаще конечно она будет лупить по кустикам зданиям второстепенным героям но только не туда куда вам надо это также присутствует и остро как защитная опять же функция так и атакующая то есть накладывает немоту на мужчина на и в конце хода дает плюс 8 союзников за каждую женщину включая себя ну и в начале хода наносит по 4 единички за каждого союзника врагам вот из атакующих опций тут в первую очередь это красная жрица которая раскидывает свой вампиризм и в этом случае если он сработал наносит от 21 до 27 варлордов и также это грейс из рокфлита в моем случае она наносит 7 единиц случайному врагу при атаке обрабатывает 7 раз и при убийстве дает плюс 5 случайному союзнику 7 раз и каждую седьмую смерть любого героя получает плюс 7 то есть для вот этого чтобы она и набирала собственно говоря быстрее свою атаку увеличивала ее мы используем в первую очередь ариоха который раскидывает кровотечение в моем случае это 24 и также используем флоса потому что флос раскидывает цветочки эти цветочки умирают плюс еще убивают кого-то и соответственно грейс может быстренько настакать себе 7 единиц 7 дополнительных атак и соответственно ну если это случится в ранней игре то фактически это автовин вот в принципе все смотрите игры а я к вам вернусь когда мы перейдем на следующую колоду следующая колода у нас будет колодой природы и вот там мы уже о ней поговорим поподробнее ну а пока приятного просмотра скоро вернусь новое это 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 мы мы в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Плосс, Мелия, Антанта, Ананта и Маркиз Десат. По поводу Маркиза Десата в этой колоде я, честно говоря, сильно сомневаюсь, как и ее автор. То есть слишком медленно. Вот это то, что он отравил на следующий ход, сработало. Ну, слишком медленно. Возможно, здесь понадобятся другие опции. Например, здесь не помешал бы хорошо прокачанный грудь тот же самый, чтобы была не мота. Потому что у этой колоды из защитных функций практически ничего нет. То есть это Ананта, которая может набавить себе очень много здоровья и за счет этого стоять. Это Маркиз Десат тоже самое. То есть у него много здоровья. Может цеплять ряд, держать. Ну и при этом, в моем случае, он отравляет на 26. Я могу его поднять и выше. Но пока не вижу в этом смысла, я его не использую. То есть, ну и по силе героев, эти герои слабоваты для моей лиги. Поэтому именно по игре в лиге я о ней ничего сказать толком и не смогу. Но у колоды есть потенциал. В принципе, природа сама по себе в чистом виде довольно сильная. Опять же, она опирается на яды. Защитные функции здесь это, в первую очередь, конечно же, Мизу. Мизу, которая раскидывает, призывает своего конька, водного элементаля, который кидает две заморозки на стол противника. То есть каждый ход по две заморозки, это очень даже неплохо. Плюс это Виксен, владыка Бурь, который может настакать себе хорошенько атаки. И, соответственно, будет пробивать варлорда очень даже не кисло. Опять же, это Селки. Селки сейчас во многих сборках. Я ее постоянно использую. Ну, потому что, во-первых, она у меня один из самых сильно прокачанных героев. Также это Мелия. В моем случае она наносит отравленному, за каждого отравленного врага, от 26 до 32 единиц вражескому варлорду. То есть, понимаете, что если вышла Ананта, траванула весь стол противника, следом вышла Мелия, либо она уже стояла. Ну, и тогда это урон летит просто там со скоростью паровоза. Также это Флосс, который, опять же, тоже яды раскидывает. Ну, и плюс спамит свои цветочки. Ну, и, соответственно, это Худу. То есть всегда приятно поставить Худу под того же самого Кащея, например, разбафанного. Или, не помню, как зовут, Девочка Природы Стрелок, которая тоже очень быстро набирает атаку. То есть Худу тоже очень неплохо можно применить. Но, опять же, мой Худу довольно слабый. То есть от М050 это очень мало. Хотя бы следующий уровень. Хотя бы 078 это уже будет поинтереснее. Ну, а там выше сотни и дальше я молчу. То есть вот такая вот колода. Тоже вам представляю ее. В потасовках показала себя очень хорошо. Но, как я уже сказал, для Лиди она у меня слаба. То есть потом, когда прокачаю героев, возможно вернусь к этому вопросу. Ну, а вам приятного просмотра игр. Опять же, я вернусь к концовке. Ну, и подведем итоги. Все это резюмируем. Ну, а пока приятного просмотра. Продолжение следует... 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 поэтому вот из двух таких нормальных сборок напишите в комментарии какая вам понравилось больше потому что мне вот например зашла солянка и я на ней час в принципе довольно успешно играю в лиге и получаю от этого удовольствие ну периодически я ставлю свою старую колоду ну а так на этом будем заканчивать в принципе все что хотел показал все что хотел сказал поэтому всем пока 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 пока